Добрый день! Сегодняшнее наше видео будет посвящено американскому рынку. Посмотрим, что происходило на этой неделе и что будет происходить на ближайшие две недели на американском рынке. Неделя была короткой, но при этом жаркой на события. По итогам трех торговых дней индекс Dow Jones продемонстрировал отрицательную динамику порядка 1,5%, индекс S&P 500 просел на 2% и NASDAQ снизился на 3%. Распродажи в технологическом секторе прошлой недели, конца прошлой недели, продолжились с новой силой уже во вторник. В среду рынок немножко пытался восстановить свои позиции, но запала хватило совсем ненадолго. Темой недели, как я уже сказала, стали распродажи в технологическом секторе. По итогам нескольких торговых дней с начала сентября Nvidia потеряла порядка 15%, Facebook, Google, Amazon снизились порядка 10%, Apple потерял порядка 15%, и абсолютным рекордным снижением показали бумаги Tesla, которые просели больше чем на 20%. Темой недели стало усиление противостояния, очередное усиление противостояния США и Китая началось буквально с начала недели и фразой Дональда Трампа о том, что он планирует в случае своего переизбрания покончить с зависимостью страны от китайской экономики. Дальше больше. 10 сентября американский госдеп объявил, что США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, сегодня стало известно, что Китай делает аловерды и ограничивает работу американских дипломатов в стране, что является ответом на аналогичные меры американских властей. Меры Китая распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и других персон дипмиссии, но все больше это вызывает вопрос, что дальше с торговыми переговорами. Естественно, что в текущих условиях торговые переговоры, ну, скорее, не то что откладываются, откладываются на неопределенный срок и в целом ставятся под большой вопрос. Второй темой недели, как мы уже говорили, после возвращения Сената из летних каникул, будет стимулом США, которые не были приняты и которые остаются одной из главных тем для американской экономики. Буквально вчера стало известно, что Сенат США отклонил очередной законопроект по поддержке экономики, который выдвинули республиканцы и объем которого составлял порядка 500 миллиардов долларов. Было заявление о том, что это слишком маленький законопроект, слишком маленькая сумма для поддержки такой большой экономики, как американская, и, соответственно, дебат на эту тему продолжится. Однако встает вопрос, когда же все-таки может быть принято это так. Как мы уже размышляли в прошлом видео на тему сроков, сроков принятия, сроков поступления денег, то в текущем моменте этот срок уже откладывается как минимум на несколько недель и тема ближайшим сроком принятия нового пакета мер называется уже конец сентября или начало октября. Перейдем к тем событиям, которые будут доминировать на рынке американском в ближайшую неделю или несколько недель. И начнем со следующей недели. 14-го, 15-го будут сразу два отчета ежемесячных. Отчет ОПЕК и Международного энергетического агентства. Ежемесячный отчет по рынку нефти. 15-го числа для любителей, скажем так, для яблочников и любителей продукции корпорации Apple будет знаковым событием. Именно в этот день ожидаются будут анонсы новых гаджетов, в том числе, вероятно, новый iPhone. 16-го числа будет знаковым днем для всех участников рынка. Будут следить за решением Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором планируется, будет принято решение по монетарной политике. Несмотря на то, что в ходе июльского заседания шло обсуждение изменения монетарной политики и ее ослабления, с тех пор фундаментальная ситуация улучшилась. Количество новых случаев уже не такое значительное. Фундаментальные макроэкономические показатели снизились не так сильно, как того ожидали аналитики. Поэтому, вероятно, что монетарная политика останется без изменений достаточно высокая. Также стоит отметить, что 17-го сентября свои решения огласит по ставкам Банка Англии и Банка Японии. В целом, стоит отметить, что на американском рынке сейчас царят распродажные настроения, которые вряд ли перелются в панические. Но, тем не менее, сентябрь грозит в очередной раз доказать свой статус абсолютного лидера распродажного месяца в году и распродажного месяца в году. В целом, стоит отметить, что распродажи последних дней практически сошли на нет, их темпы значительно снизились, что, вероятно, говорит о том, что распродажи, близки к своему распродаже на американском рынке, близки к своему завершению. Индекс NASDAQ подошел к психологически важной отметке в 10 тысяч пунктов, откуда, вероятно, могут начаться покупки и возврат к росту этого индекса. В среднесрочной перспективе все-таки участники рынка настроены достаточно оптимистично. Росту, продолжению роста, возврата к росту может способствовать ряд факторов. И это и принятие новых символов по стимулированию экономики США, новая волна оптимизма в преддверии американских выборов и новый сезон старт отчетности, который ожидается в октябре.